Развод через ЗАГС в одностороннем порядке. Развод можно оформить при согласии обоих супругов или по желанию одной стороны. Развести могут органы ЗАГС или суд. Существуют важные нюансы, оказывающие влияние на метод прекращения брачных отношений. Развод через ЗАГС в одностороннем порядке проводится при соблюдении ряда условий, которые рекомендуется тщательно изучить. Можно ли развестись в одностороннем порядке через ЗАГС? Способ развода зависит от конкретных условий, а не от желания заявителя. Он не выбирает самостоятельно, удобнее ему действовать через судебную систему или обращаться в ЗАГС. В последнем случае расторжение проходит без проблем при согласии и присутствии обеих сторон. Если это односторонний случай, тогда должны быть соблюдены некоторые условия. Их отсутствие позволяет действовать только через суд. Начать бракоразводный процесс через ЗАГС односторонне можно, но при наличии весомых аргументов для этого. Условия для такого расторжения брака, чтобы развестись, необходимо наличие нескольких критериев, включая согласие на процедуру обеих сторон. Желание развестись от супруга в присутствии обоих участников процесса. Отдел ЗАГСа, если одно из указанных условий не может быть соблюдено, стоит рассмотреть вариант одностороннего расторжения. Отсутствие второй стороны может быть связано с нежеланием проводить процедуру или физической сложностью присутствия на процессе. В первом случае решать сложившуюся ситуацию можно через суд, подав соответствующее заявление. Для развода через отделение ЗАГСа в одностороннем режиме необходимо наличие одного из следующих условий отвечи пропал без вести. И этот факт подтвержден официально, отбывает наказание в местах заключения. Вторая сторона является недееспособной и есть официальное заключение по данному вопросу. В указанных ситуациях можно действовать через отделение ЗАГСа. Как написать заявление? Для оформления развода в ЗАГСе в одностороннем порядке следует написать заявление. Оно должно быть подано согласно форме номер 9, утвержденной на правительственном уровне. В заявлении указываются актуальные личные сведения о заявителе, включая данные паспорта. Дополнительно вписываются реквизиты и свидетельства о заключении брака. Среди нужной информации на именование отделения ЗАГСа в волнном виде. Персональные сведения заявители. Указываются ФИО. Второй стороны. Далее располагается таблица, где следует отметить данные о супругах в более подробной форме. Обязательно отмечается место рождения и проживание, национальность, согласно отметкам в аспорте. Отмечается основание, с которым сказано желание расторгнуть отношения. Форма номер 9 для развода в завершении нужно поставить текущую дату и подпись. Обратите внимание, заранее заполнять заявление не обязательно. В большинстве случаев зритель приходит с собранным пакетом документов в нужное отделение. Сотрудники самостоятельно вбивают представленную заявителем информацию и выдают заполненную заявку на подпись. Но можно заполнить все самостоятельно. Для этого следует ознакомиться с представленным в ЗАКТе образцом. Важно тщательно следить при заполнении полей заводимыми сведениями. Рекомендуется перед передачей сотрудникам отделения проверить правильность данных. Это позволит избежать ошибок. Помарок быть не должно. Необходимые документы. Для осуществления процедуры при инициативе только одной стороны она должна представить определенный пакет бумаг. Среди них заполненное заявление. Образец можно найти на официальном сайте органа ЗАГСа или взять в самом отделении. Свидетельство о регистрации брачных отношений. Бумаги, подтверждающие право заявителя на развод в отсутствии второй стороны без согласия супруга и квитанция, что была произведена оплата госпошлины. Размер ее зависит от ситуации. Она составляет 350 рублей звездочка при одностороннем деле. Если процесс проводится по обоюдному согласию, сумма увеличивается в два раза. Реквизиты будут предоставлены. Также истец получит актуальную информацию о способах оплаты пошлины. Заполнение заявления для подтверждения основания расторжения отношений в одностороннем порядке могут понадобиться следующие документы. Если вторая сторона признана пропавшей без вести, необходимо решение суда с данным признанием при недееспособности требуется. Решение суда с установленным данным фактом, если ответчик находится в местах лишения свободы, достаточно прикрепить приговор суда. Важно! Допускается предъявление копии указанных бумаг с подтверждением или выписок. Обязательно наличие печати синего цвета. Документы имеют силу для осуществления развода только после того, как вступили в силу. Потому следует отслеживать дату, иначе в разводе могут отказать. Куда подавать? После сбора необходимых бумаг следует предоставить их в ЗАГС для расторжения брака. Сделать это можно несколькими способами. Личное обращение в отходящее отделение. Более быстрый способ расторжения. Отправка почтой. К сроку ожидания решения и свидетельства следует прибавить время на доставку заказного письма. Подать заявку онлайн, воспользовавшись сервисом госуслуги. В первых двух случаях сотрудник принимает бумаги и отмечает данный факт, визируя регистрационный номер и шапки заявления. Спустя некоторое время в указанный срок необходимо явиться заявителю, чтобы получить свидетельство, подтверждающее расторжение брачных отношений. Подобный исход возможен после проверки документов и при условии, что с ними все в порядке. Если заявка подается в электронном виде, процедура протекает несколько иначе. Данный способ занимает больше времени. Это связано с обработкой запроса. Заявка будет направлена в нужный орган в течение пяти суток. После этого начнется стандартная процедура проверки поданных бумаг. Несмотря на более длительный срок, удобство метода заключается в возможности подать заявку, находясь в другом городе или не покидая дом. Обратите внимание, интересы заявителя может представить доверенное лицо. Он будет действовать от его лица. Для этого необходимо к указанным выше документам добавить доверенность, заверенную у нотариуса. Портал госуслуги выступает посредником между пользователем и определенными инстанциями. Он лишь передает нужные заявки и документы в определенное отделение в соответствии с обращением гражданина. Развод через госуслуги. Если установленных условий для одностороннего развода нет, тогда заявление направляется в суд. Процедура заключается в отдаче иска в отделение судебных органов по месту проживания второй стороны. Одной из ключевых сложностей в данном случае может стать большое расстояние между супругами. Если стец болен, он имеет право на подачу одностороннего иска по своему адресу проживания. Далее все зависит от отсутствия или наличия спора по поводу имущества и воспитания детей. В первом случае делом будет заниматься мировой суд. Городская судебная система будет решать вопрос при наличии споров. Срок рассмотрения. Обратите внимание, после подачи заявления всех сопутствующих бумаг заявителю необходимо ждать рассмотрения максимум 30 дней. Спустя указанное количество суток можно обращаться в отделение для получения свидетельства. Месяц отчитывается с момента подачи заявления. В данный период проверяются документы, вносится соответствующая запись в акты гражданского состояния. После для подтверждения выдается свидетельство о расторжении. Возможные причины отказа. Способом развестись, при котором не возникнет проблем, является то, что предполагает согласие всех участников. Тогда можно обратиться в ЗАГС с документами и через время получить бумагу с подтверждением. Ситуация осложняется, когда только одна из сторон хочет развода или может присутствовать при предъявлении документации. Тогда возникает вопрос о возможности отказа и причинах, почему это может случиться. Семейное законодательство придерживается правила о свободе вступления в брак и выхода из него. Определенных причин для завершения брачных отношений не нужно. Нежелание в них пребывать уже относится к основаниям для осуществления процедуры. Потому многие запросы завершаются в положительную сторону. Особенно если есть основания для проведения процесса односторонней. Основные сложности возникают при необходимости решать вопрос с имуществом или ребенком. Свидетельство о расторжении брака. Начинать бракованный процесс женщина может в любой момент своей жизни. У мужчин подобного права нет. Для них существуют некоторые ограничения. Мужчина не может подать на развод. В следующих ситуациях супруга находится в положении и ждет ребенка. Ребенку еще нет одного года. Правило действует, даже если малыш скончался. В указанных ситуациях мужчина не может рассчитывать на положительный исход. При наличии беременности или маленького ребенка женщина может направить заявление на развод. Она не ограничена указанными выше условиями. Сотрудники ЗАГС или суда не должны принимать бумаги у мужчины при наличии указанных критериев. Обстоятельства могут выясниться позднее и он получит отказ в разводе. Таким образом, односторонний вариант расторжения официально заключенных отношений возможен через ЗАГС, но для этого требуются весомые обстоятельства, включая недееспособность ответчика пребывания его в тюрьме. После подачи всех бумаг через месяц истец получает документ с подтверждением расторжения. Плата за получение свидетельства не предусмотрена, она входит в госпошлину. Звездочка цены актуальна на август 2018 года.